Оп, оп, делаем пошире. Вот, ребят, патчноут. О, вообще замечательно. С Васиком пишут, что-то случилось. Хорошо, дальше давай. Геральт Игни, теперь, собственно, нужно 20 силы в ряду, чтобы сработал эффект скорча. Вместо 15 предыдущих. Я не думаю, что его прямо перестанут играть, но то, что он стал менее юзабельным, это понятно. Очень часто ты играешь его именно в ряд 15. Ну, то есть до 20. До 20 ты очень часто его играешь, действительно часто. Просто на самом деле мне вот раньше всего мне казалось, что если у тебя есть Геральт Игни вообще из карт, то он, наверное, есть в каждой колоде, если он есть у игрока. У тебя были какие-нибудь колоды без Геральта Игни? Золотые. Но твои сильные колоды без Геральта Игни? Мне кажется, не одно. Какое-то время были Скайтаэли. Поначалу, да, Скайтаэли. Потом ты, по-моему, от этого отошел, да? Ты какой-то другой. Ну да, я сразу говорю. Я бы сейчас положил Трис, но... Ну, теперь я точно думаю положить Трис, потому что Геральт за Геральт. Хорошо. Дальше. Стамильфорд Тремор. Собственно, карта, которая ранее наносила 2 урона вражеским юнитам, теперь наносит 2 урона всем юнитам. По-русски, по-русски, ребят, землетрясение. Стамильфорд, да. Теперь, я так понимаю, раз написано наносит 2 урона всем юнитам, то именно золотые еще считаются. Ну, помимо твоих считаются еще и золотые. Правильно? Я думаю, это так. Ну, как по мне, эту карту играли, наверное, сильно часто. Она была во всех контроль-колодах, наверное. По поводу золотых, может быть, неправильное описание, но если золотых она дамажит, то... Ну, типа, это же Коман, ребят, ло. Ой, не Коман, а Рарк. Действительно. Не, это Коман. По-моему, это Рарк. Сейчас чекнем. Ну, в любом случае, это, наверное, сделано для того, чтобы... Вот, Скайта Эли, да, если раньше их играли, то это им в любом случае было все время value. Да, то есть она никогда не дамажила их юнитов. Даже если там у оппонента была двойка, она дамажила их. Я думаю, это сделали специально для того, чтобы ты убивал своих новичков. Несчастных. А, невозможно. Кстати, вот, чтобы ты... Смотри, они, типа, сделали деку Скайта Эли на новичках, да, и в то же время пофиксили эту карту, чтобы ее не играли. В балансе, в балансе, конечно, в балансе. В баланс подъехал. Сейчас я чекну, но нашел уже почти это. Да, это Рарка. Это Рарка. Так, следующее изменение. Мир к Табраке. Дракончик серебряный, который... Сейчас мы его тоже откроем. Ты играл его вообще хоть раз? На данный момент это Пятерка, которая снимает две силы. Я его ни разу не играл, потому что у меня его нет. Этот дракон снимает две единицы силы одному незолотому юниту, а потом снимает еще одну единицу и еще одну с третьего. То есть она срабатывает три раза, правильно? Это так было. Да, так было. А теперь у нее четыре силы вместо пяти, и она наносит три, два и один урона юнитам по вашему выбору. То есть это четыре минус шесть, да? Атака может быть использована больше, чем один раз на каждого юнита. Ну, то есть и раньше можно было использовать ее повторно на юнита. То есть ты можешь подгонять под казнь, под скорч подгонять, либо ты можешь сделать просто четыре минус шесть, либо четыре минус пять минус один. Но они в то же время сняли ей атаку опять. С другой стороны, типа, это серебряная карта, которую ты можешь выручить чучелом, либо резнуть ее из отбоя и сделать то же самое. То есть это лучше, чем было, но это все равно. Лучше, чем было, но все равно, по-моему. Все равно, это надо тестить, я не могу сейчас сказать. Хорошо, Цири теперь шесть силы. Ну, знаешь, мне как-то в шесть-шесть, ну. И вот в королевствах севера она, наверное, будет по-прежнему. Может быть, ее, типа, занерфили, либо потому что она была в деках, либо потому что она была слишком сильная за север. Ну, потому что 20 демажей в двух раундах, это действительно очень сильно. Да, наверное, ее занерфили, мне кажется, по такой же причине, как и Геральт Игни. То есть две легендарки, золотые карты, точнее, вернее сказать, не легендарки. Ну, Геральт Игни легендарка, это эпическая. Это были две карты, лично у меня, да, как у игрока, у которого, допустим, нету всех карт еще золотых. Это были две карты, которые мастхэв в любой деке, фактически. Ну, в деке подобие на контроль, да. У меня было так, по крайней мере, не знаю, как у тебя. На которых я колодах играл. То есть я играл на медведях, там, на контроллера Давиде. У меня во всех деках была Цири. Ну, теперь шестерка, балансно, наверное. Там не написано, спрашиваю, по каким картам, может, этот драконы по золотым лупит? Он лупит по золотым, ребят. Лупит, лупит, это точно, точно лупит. Лупит по золотым. Если бы он не лупил еще по золотым. А, кстати, слушай, так в этом, сейчас, на данный момент, он не лупит по золотым. Это написано non-gold? Да, non-gold. Сейчас. А в следующем патче будет лупить, который выйдет. То есть, по-моему, все-таки это тогда плюс. Теперь уже намного больше плюс. Если честно, я думал, что... Ну что, ты хочешь, меня нахер пошла. Легендарная карта. Милости просим, сука, давай. Понимаешь, что легендарная карта, а почему тогда Йора ведь стреляет? Ну и что? Обнимемся вместе, пойдем, да? Почему Роше стреляет, почему Ати Дракон не стреляет? Понимаю, ну ладно. Потому что он был серебряным, может быть, поэтому они хотели, чтобы он как-то играл против каких-то кого-то. Так, хорошо, промоут. Ну, это мы уже обсуждали, повторять. Ну, повторю на всякий случай, молодой, кто-то не услышал. Юниты, которые оказались под эффектом промоута, теперь будут терять золотой статус в начале следующего раунда. И также будет их изначальная сила, будет возвращена... Точнее, сила, которую вы набафали, там, допустим, она будет возвращена к базовой силе при входе в отбой. Например, написано платва или ольгерт. Ну, собственно, всё. Но по-прежнему может быть скинута там сила двемеритовой бомбы. По-прежнему. То есть, если карта под промоутом, она может быть по-прежнему сила и быть скинута двемеритовой бомбой. Ну, что думаешь про промоут? Я думаю, что это сильно. Я думаю, что действительно сильно. А в чём сильно? Ты имеешь в виду в том, что ты хочешь его вернуть? Да. На следующий ход, там, допустим, серебряного, которого ты позолотил, да? Чтобы он остался... А на какой карте можно пример привести хороший, вот, как ты думаешь, этой карты? Что можно такое позолотить сильно, чтобы потом ты хотел это вернуть? Я вижу деку на Хэнсульте, например. То есть, учитывая то, что теперь Маргарита и Бьянка дают... Ну, типа, у них эффект начинает действовать, в том числе и когда я кидаю промоут на них. Это очень круто. То есть, ты кинул, допустим, Бьянку, сделал на неё промоут. И потом ты сможешь её ещё раз вернуть. В следующем раунде ты её ещё раз вернуть. Понимаешь? Сам подумай. И она будет в безопасности в этом раунде. Под позолотой. То есть, её не смогут, скорее всего. Понимаешь? То есть, это баф в любом случае, потому что ты кидаешь промоут сейчас, и всё. То есть, да, они золотые карты, но потом с ними никакого взаимодействия. Сейчас ты можешь с ними взаимодействовать сброса. То есть, это в любом случае баф. Я не вижу здесь никакого негативного эффекта. Негативный эффект исключительно для тех, кто играл на Платве и Ольгерде, в том, что они не смогут вернуть теперь свои золотые картишки. Ну, это естественно. Это-то естественно, что этот... Ну, парень. Эта колода происходит. Я понял. Дальше тогда. Риданские войска. Собственно, самая-то поломанная карта. Одна из поломанных. И теперь у неё шесть силы. Это осадный юнит, ребят, который был четвёркой, правильно? Теперь у неё шесть силы. И если три и более риданских войск находятся на вашей стороне поля, они превращаются в золотые до того, как уничтожены или закончился раунд. Всё. Больше нет ничего. То есть, получается, суммарно у них теперь восемь, да, когда золото. Восемь плюс восемь. Шестнадцать. Двадцать четыре. Да. С поломанным получалось тридцать. Тридцать. А без поломанных должно было быть сколько? Четыре плюс... Да так же должно было быть двадцать четыре. Не, смотри, они же были шесть... Ну, четверками. Ну, только двадцать четыре должно было быть. Да. Всё правильно. Двадцать четыре. Математика. Ну, пофиксируем. Знаешь, что написано? Convert them to gold until destroyed or the round ends. То бишь, они как бы в сбросе всё ещё. То есть, они в сбросе будут не золотые. Да. То есть, их можно будет опять чисто теоретически всех троечка вернуть как-то через ресолок или там ненеки. Ну, это глупо, конечно. Ну, это слишком затратно, да? Когда они уже друг другу не бафаются, это не имеет никакого смысла. Ну, зато они шестёрки теперь, не четвёрки. Так, с требушеты пять силы. Теперь нужно три хода для того, чтобы сработал эффект. И наносит два урона снова. Это лучше, чем было, я думаю. Требушеты из бэк или по-прежнему? Они не бэк, но это лучше, чем было. Так, хорошо. Смотри, типа... Ну, давай, давай, давай. Говори. Говори, говори. Получается, здесь за шесть ходов ты мог нанести сейчас... За шесть ходов ты можешь нанести три урона. Сейчас ты можешь нанести четыре урона. Да. Понимаешь? Ну, намного больше. Там уже, типа... Ой, не намного больше, а теперь поменьше. Единицы, единицы ты можешь... Ну, мало кого ты можешь убить. Двойка ты... У тебя уже есть какие-то таргеты, кого ты можешь сильно покотать. В общем, мне нравится этот баф, но я не думаю, что он вернется. Ну, потому что они, наверное, не бафаются, да, как раньше. В этом тоже была их сила однозначно. Так, хорошо. Ну, и, наверное, теперь вот самая дерьмовая карта. Лютик. Четыре силы. Четыре силы. Способность. Добавляет две силы всем незолотым юнитам в первом ряду. Вражеские юниты включаются. Слушай, а почему тогда ведьмы бафались? Это баг? Написано, добавляет две силы каждому незолотому юниту в ряду ближнего боя. То есть, то, что мы тогда видели, видимо, это баг. Либо здесь неправильное описание. Да, либо здесь... Ну, ребят, на стриме бафнулись ведьмы. Он поставил их там... Соперник поставил ведьм в третий ряд, и они тоже получили плюс две атаки. Ну... Входит ли по золото через шане? Я не могу этого сказать, ребят. Не могу сказать. Если, типа, они изменили полностью весь промоут, судя по описанию элиты, то они изменили весь промоут. И теперь промоут действует только в одном раунде. То, возможно, да. Возможно, промоут через шане теперь выходит. Баг реддита? Ну, возможно, да. Возможно, типа, Лютик действительно всем бафает, а не только величникам. Так, хорошо. Родовид снимает восемь силы. Нет, да точно не только миличникам, потому что, по-моему, там еще что-то в третьем ряду у них стал, и он бафал. Он же не только миличный ряд бафал, когда стоял. Ну, я бы, да, я помню его. Что думаешь про Родовида? И восемь... Снимает восемь силы. Сильно. Хорошо. Ну, десятка это было... Сильно. Это было ЛП. Он убивал дракона. Наверное... В другой стране с восьмеркой он все еще убивает... Я даже не знаю. То есть, восемь-десять, это действительно разница, по-моему, только в драконе. Какие там еще были, типа, юниты, которых он мог убить именно десяткой, а не восьмеркой. То есть, кого он теперь не достает восьмеркой? Ну, дракона, дракона, только дракона и не достает. Ну, только дракона и не достает. Мне ничего не приходит на ум. Ну, то есть, он не может убить, допустим, Эридина, хорошо. Не может убить Эридина. Так, очень. Часто было такое, что ты ставишь Эридина, и просто Родовид дает обилку на обилку, но... Смотри... Для меня самое главное, что он не убивает дракона. Блин, это сформировалось мысль или забыл сказать? Ладно. Вспомнится, наверное. А, смотри. Как часто ты встречал Родовидов в последнее время? То есть, я бы не сказал, что они-то были и сильными. Ну и нет, я встречал довольно часто. Много встречал? Я в последнее время... Контроллер Родовид был. Вот в последнее время я тоже на них начал натыкаться, но... Роше пишет, ребята, ты, Роше, что там снимать Роше? У него же 7 силы. Он и так до него доставал. И сейчас достанет. Хорошо. Филиппа, Эльхард. Ну, а теперь 10 сил вместо 12. Вот эту карту я видел очень давно. Филиппу. Ты видел Филиппу? Нет. Ну, я думаю... Ну, то, что 10 силы... Да. Увидим мы её? Увидим мы её? Да, да, да. А, увидим ли мы её в игре? Увидим ли мы её в игре? Мне кажется, не факт, что она будет опять играться. То есть, по логике разработчиков её не играли, её перестали играть, потому что она была 12 сил, а 10, типа, это нормально? Ну, значит, разработчики думают... А, смотри, подсказывают нам ещё, что мог аффектить Родовит. И, кстати, очень интересная карта. Странно, что я про неё забыл. Эта карта под названием Хьялмор. Ведь у него была десятка. И иногда, когда я играл Хьялмора против Родовита на своих медведях, он просто его убивал, и всё. А теперь он его не убьёт. И он получит плюс 10. Я так редко вижу эту карту, что я о ней даже не думаю. Ну, блин, я на неё играл. Мне обидно, что ты её не знаешь. Ну, не помнишь, точнее, так сильно. А мне стыдно, что я её не вспомнил. Спасибо, товарищ Дракуа. Так, хорошо. Присцилла. Две силы теперь у неё. Способность, видимо, такая же. Это сделано от медведей, я тебе могу сразу сказать. Да, 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 естественно, естественно. Видимо, кто-то всё-таки попался на меня. Ну, не знаю, добавлять Чуру, типа делать Чура двойкой, это было бы, наверное, уже слишком сильно. Потому что, типа, барон и так слишком сильный. Ну, он не слишком сильный, барон-то в балансе. Но то, что Чура слетает от медведей, это неприятно. Может быть, они и Чура подняли за это. Либо переделали механику, что медведи... Я понял тебя. Ну, мне кажется, он слишком... Смотри, ну, похоже, кто-то всё-таки пошёл на Reddit, да, попался на поречку на медведях, поставил присылу и пошёл на Reddit плакаться, что... А ты считаешь... Мне кажется, слушай, мне кажется, что она и так была сильная. Ну, двойка, как бы, двойка, она и так игралась и будет, наверное, играться. Во-первых, она позволяет тебе перебирать колоду. Во-вторых, ты можешь выбрать именно карту. И они... Она игралась и будет играться? Ну, это просто небольшой баф, чтобы... Блин, ну, это очень... Это очень, я бы сказал, небольшой рект колоды медведей. В этом был плюс, что ты мог контрить северу, убивая мелкого и Гошу, и присылу в данном случае, если по таймингу их ставил. Когда патч ведут, ещё неизвестно. Ну, ладно. Ну, тогда ты... Мне кажется, это уже слишком сильным. Я уже, наверное, слишком просто перегибаю на своих медведях. На них никто не играет. Ты можешь убивать и присылу, и чура. Так, хорошо, следующее изменение. Это Одрин. И у него теперь 4 силы просто. Вместо 5. Было 5. Мне кажется, здесь операция. Я никогда не играл в эту карту. Не видел, чтобы её кто-то часто играл. Зачем ему было нерфить? Возможно, у него эффект... Я думаю, если бы у него изменился эффект, здесь бы написали, что у него изменился эффект. Да, да. Эффект не изменился. То есть, он по-прежнему прыгает в ряд. И бафает одну карту. Ну, не одну карту, а бафает карты на плюс единичку. Ну, 4 сделали, окей. Может быть, кому-то эта карта мешала. Мне она никогда не мешала. Мне тоже никогда не мешала. Не сказал бы, чтобы она... Она ей погоду как бы отлетала от погоды в любом случае. Так, ну, кавалерию мы уже обсудили. 4 силы вместо... 5 силы вместо 4. То есть, подняли. Делают слабые карты, а не посильнее. Окей. Мы этому рады. Трибушет. 4 силы. Я так понимаю, речь идёт о Трибушете, который за 5, дамажил на 2, да? Когда ты его ставишь. Да, да, да. Ну, и зачем они это сделали? Я только что сказал, что они поднимают карты слабые, и... Вот они фиксят её. Может быть, типа, яд Мантикор и Шиала, как вариант... Это да. Яд. Кстати, и Одрин, Шиала, отлетает от Шиала теперь. Да. Ну, хотя, как ты сказал, да, всё, что отлетает от грома, всё, что ниже 6 силы... Ну, типа, никто... В основном яд никто не носит, в основном грома, и всё, что меньше 6 силы, это... Энивей отлетает, да. Ну, и Сингрима... Давай, послушаем тебя, как, наверное, топ у вас скринтайли. Кринты команды не открыты. Все яруси, или... Тут стоит смотреть не только одного из Сингрима, да, что его... Тут надо в целом. Тут стоит смотреть связки с Айли Рен. Вот связки с Айли Рен, которая теперь вылетает... Пятёр. ...в колоды, которая вылетает из колоды, это... Это не тот Требушет. Ну, хорошо, расскажи пока, Алексей, что думаешь про патчи Сингрима, я сейчас чекну, что... Я скажу, я сейчас скажу, я уже открыл, что за Требушет. Требушет это, который, по-моему, делает... Да, Найс рассказал. Ладно, я нашёл. Отнимите две единицы у Сингрима отрядов, две штуки. То есть он делает... Он тройка. А, да, это тот тройка, я понял. Три, он делает минус два, минус два. Я его скажу честно за всю игру. То есть... То есть теперь его усилен. Ну, фиг знает. Теперь по действительности, ребята, если подумать, то... Четыре минус два, минус два, это уже действительно сильно. Это не отлетает от свайпа. Это действительно неплохой баф. Ну, если задум... Задумайтесь сами. Типа четыре минус два, минус два. Типа четыре минус четыре. Где вы такое ещё увидите? Где вы такое ещё увидите? Ну, я эту карту видел один раз в игре против себя. За всё время. Ну, играли и что-то такое против меня. На Хенсельте, как правило, я видел такие картишки. Когда они с позолотой там играют. Ну... По поводу Изенгрима. Ну, что я могу сказать? Ну, это абсолютное изменение механики. Если ты была карта финиш, то теперь ты будешь карта стартера. Несмотря на то, что носили. Он золотой. Типа он... Но он умирает, допустим, только от Йорвита. Хрен его знает. Наверное, это круто, да? Я не знаю. Наверное, будут контроль Катаэли, просто они будут немножко по-другому играют. Мне нравится это изменение. Мне... Я не бесился, так как, конечно, играть против платвы, но мне кажется, что это интересные изменения. Касательно вот баланса. Они идут в правильном направлении, что они пытаются изменять карты, которые решают исход игры в последнем, как бы, плей, когда играешь её последней. Теперь это карта, которую ты должен играть как можно раньше. И... Это хорошо. Мне это нравится. Причём она создаёт два новичка. Если бы я создавал одного, это было бы много садов. Да, она создаёт два новичка. То есть, когда я увидел описание и подумал, что оно одного новичка, это очень слабо. Это действительно очень слабо. Два новичка за спелл. Это уже сильно. Ну, типа, у тебя не хватит никаких... Тем более, знаешь, в чём ещё прикол? Он создаёт их в рандом игре. Да. И... То есть, типа, ты можешь его достать только этим, только землетрясением. Теперь вот... Но при этом землетрясение будет бафать, умирать ещё будет и твоё поле. То есть, землетрясение могут уже не так часто играть. Вопрос тут, какие именно спешл-карты тогда стоит играть? Ну, очевидно, допустим, три грома, да, каких-нибудь. Или там три свайпа ещё с девочек. Тут я уже примерно представляю колоду. То есть, это по-прежнему вот эти вот три девчонки, которые достают спешл-карту, да. Допустим, те четвёрки, которые их меняют, возможно. Плюс вот эта пятёрка серебряная, которая достаётся, как только пять эльфов на поле. Плюс, естественно, наверное, два или три грома, так как новичков будет много. Ну и, возможно, добавить вот эту улучшенную шестёрку, которая была четвёркой, и спавнит одного новичка. Или, может быть, даже там, знаешь, что-то делать с фрегатой, брифит. Ну, честно, мне пока сложно состоять колоду, у меня пока не перестроится никак мышление с того, что я разыгрываю спилы, максимально спилов, контролю стол, и в конце ставлю зенгрим, и теперь... Ну, то есть, понимаешь, получается так, что я, помимо того... То есть, это, получается, я делал деку на бафах уже, просто на бафах, потому что... А что в этом плохого? Какой смысл? То есть, ты делаешь новичков и контролишь стол. Ну, хорошо, ты выиграешь один раунд, у тебя нет зенгрима, что ты будешь делать дальше? Ну, непонятно, да? Всё по-прежнему сводится к поиску зенгрима. То есть, значит, надо включать, типа, в рацион адреналин. Как-то, не знаю, может быть, надо комбить будет с калекарской подмогой, что-то такое. А может быть, ещё... Мне пока сложно так сразу деку составить. Мне возможно... Вот я точно, назначено, попробую что-нибудь поиграть из разряда, как, знаешь, там есть товарищ, который спавнит просто новичков, когда его сила изменяется. То есть, можно что-то попробовать такое поиграть. То есть, просто даже можно поиграть погодных с Кайтаэлей. А почему нет? Типа, новички, единица, ты играешь там всякие погоды, да, и потом в конце даёшь гром на них, на всех, на эти все единички. Ну, вот как-то так. Так, ладно, перейдём к Махакам Дефендеру. Это защитник Махакама, у которого три силы было, и он оставался на столе, ну, всё время он мог оставаться, каждый раунд, в отличие от того же, например, Шелдона. То есть, он стоял всё время. Но у него была тройка, это была его слабость, он отлетал фактически от всего. Не умирал от свайпа. Просто он умирал от свайпа, теперь не умирает от свайпа. Понимаешь, в чём? Я вот недавно как-то анализировал даже это. Вот карты с тремя силой, у каждой фракции есть карта, которая дамажит на три урона. Смотри, у Скельгия это броквардский лучник, он дамажит на три. У монстров тоже есть карта, которая дамажит на три, это Виверна, если я не ошибаюсь. У Скайтаэли тоже есть карта, которая дамажит на пять. Это двойка там, которая урона. Да, лучница два метра. Подскажи, кто у Севера дамажит. Шала, да, по-моему? Кстати, у Скайтаэли не только лучницы, у них есть и гном, который дамажит четыре минус три. Если он не играет... А, точно, точно, да, вот этот самый ещё гном. А у Севера есть Шала и кто-то ещё? Ну, всякие баллисты, трибушеты. Та же самая баллиста, четыре минус два. И вот эти четыре силы, мне кажется, очень хороши сейчас. Сейчас можно будет попробовать поиграть на гномах с этим, с пробафом их через Барклая. Теперь это Изрил. Хотя бы. Раньше это было... Они умирали всё время. Ты их только поставишь. Если ты их не успел бафнуть, они отлетают. Так, хорошо. К тому же, типа, Барклай теперь бафит. Ещё, смотри, он уже пятёркой тогда становится, если Барклай. Как правило, Барклая любит два ставить. Да, Барклай через Оператора делают и вначале выкидывают Барклая. Так, хорошо. Элвин Вард Денсер. Четыре силы. Так, сейчас чекнем, что это за карта. Кто это такой? Я тебе скажу. Это карта, которая сейчас на двоечкой. Она ставится в любой ряд и получает четыре силы, когда играется карта засады. Я понял тебя. Я понял. Вот, ребят, кто не видит, в чате показываю вам её. Ну, слушай, теперь она четвёрка. Сапёр в Рихид, да? Да, сапёр в Рихид, наверное. Хотя, в переводе с английского я бы это перевёл как танцовщица с клинками. Какая-то эллиска. А, погоди, 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 погоди. Правильно, танцор с клинками. Танцор эллиска клинка. Четыре силы. Теперь? Да. Теперь четыре. Теперь она четыре силы. Я не знаю, ребят. То есть, можно попробовать что-то собрать? Что-то на засадах, да, такое? Ну, всё равно очень маленький пул засад, чтобы играть. Ну, там же добавится новая засада, помнишь? Но она выйдет не сильно. Да, добавится, она будет золотая. Она, кстати, легендарная, да, вроде бы. Да, легендарная. И золотая. Так, хорошо. Ну, не знаю, мне кажется, эта карта всё равно не будет играться. Аглоис опять силы. Слишком маленький пул этих садов. Да, да, засад. И они бесполезные в большинстве своём некоторые. Вот типа хорошие... Ну, они легко обыгрываются. С другой стороны, допустим, если ты поставишь... Ну, всё равно они легко обыгрываются, понимаешь? То есть, ты можешь поставить АОЕ на второй ряд, допустим, против Севера, и закроешь ему разведчиков Рубайл, да? Ну, просто, я не знаю, ну, чем-то он их сможет раскрыть. Блин, просто Рубайлами. Просто Рубайлами. Надо там смотреть по игре, мне кажется. Так тяжело анализировать, когда там нету геймплея какого-то. Так, ну хорошо, Аглоис, пять силы. Ну, что это значит? Наверное, то, что её теперь можно как-то убить там Йорви, там, да? Чтобы не сыгралась на неё Эйдна, например. Или как? Её можно убить Йорви, там, это... И всё, правильно? Её сила была явно не в семи силах. Не в семи единицах атаки, да. По-моему, её как-то и... Видели, но... Они, наверное, подумали... До сих пор абилка Эйдна, Аглоис очень сильна. Они, наверное, подумали то, что тут опаснее Изенгрим был, правильно? И решили именно его пофиксить вместо... А может быть, проблема-то не в нём была? Нет, ну, проблема была, очевидно, в нём тоже, но... Мне кажется, что, в частности, Аглоиса была, как бы, 50... Мне кажется, что проблем была... 50% её. Это, да, это просто тебя обгоняли... Тебя обгоняли пока-то. Проблема Зенгрима не в том, что это много урона, понимаете? А, Рошей её убивает. Рошей тоже 5. Ну, Рошей, да, ну, это север такой, как бы, север, понимаете? Ребят, это один из четырёх матчапов. В частных случаях это называется. Так вот, по поводу Зенгрима, понимаете? Сила Зенгрима не в том, что он, типа, много дэмэдж делает, а в том, что он ходит с последним всё время. Потому что белки всё время вас опережают по карте. Мертабраки её теперь тоже убивает. 3 плюс 2. 2 прока на Мертабраки, чтобы её убить. Ну, ребят, ну, слушайте, ну... Теперь она её убивает, окей. Ну... Блин, неужели этот дракон не стрелял по... Нет, он не стрелял, он не стрелял. Офигеть просто, насколько же он был плохой. Насколько же... А сегодня просто его играли, я видел. Насколько же он был плохой. Так, хорошо, что следующее тут у нас? У меня и выиграл чувака, который мы четыре раза подряд стреляли. С тримусной перина? Не знаю. Теперь Хаукер Хиллер. Целительница. Целительница, которая была с единичкой силы. Честно, не помню, как она по-русски называется. У неё теперь две силы. Погоди, это за кого она была? Она за Скай Тейли. Единица, которая давала Барфу. А, ну она же единица. А теперь просто она двойка. Одинница, да. Просто в первом раунде я очень редко играл. Так, теперь она... Почему-то у меня товарищ пишет, что... You can't have horn again with her now, so... Я не знаю, он русский или нет, но он пишет, что... Ты не можешь с ней, типа, опять, как бы использовать рок. Командирский рок. Да, но вопрос, а кто с ней взял рок тысячу раз? Я очень... Скажи мне... Ты не говоришь в английском, но кто играл командирский хорн с ней? Я видел, как два-три людей, которые использовали его. Но большинство людей играли как Изен Гримм, Last Card, и просто один. И они играли Аглейс для Декой, а не для командирский хорн. Собственно, я думаю, я сказал о том, что ты хотел сказать, что... Никто, как бы ее особо, не играл рок. Вяжи комментарии в чате по поводу его английского. А-а-а, напишите в комментариях. Так вот, по поводу того, что хиллера на две силы. Ну, честно говоря, я думаю, что это сделано потому... Медведи? Нет? Нет. Одна причина, это, возможно, медведи. Вторая причина, это теперь одноразовый закреплен. Чувак написал, я на английском писал, чтобы не писать о новоёбичном трансфете. Это чисто, это просто называется, знаешь, как это называется? Филлс Бэтмен. Так ты называешь. Это развод по речке. Так вот. Так вот. Я думаю, что медиков поднимают потому, что Зигфрида стала одноразовым. То есть они просто чуть-чуть усилили обычный рез, потому что Зигфрида теперь не такая сильная. Подожди, подожди, подожди. Мы не о тех картах говорим. Ты говоришь о ресталках с Келлиги, да? Это не та карта. Я говорю, это Хаукер Хиллер, это карта с Каэтаэли, единица, которая добавляет три силы всем незолотым в ряду. А-а-а. Она теперь двойка. Я понял. Мне просто сказало, типа... Ты что, мне кажется, если бы... Я, наверное, оговорился там, как... Ты что, если бы мне просто так бафнули с Келлиги, да, или не единицу, а двоек, это же супер-баф. Да. Ну, эту карту, её играли редко, её играли, типа, в колодных на бафах, а колодных на бафах были совсем редко, так что... Ну, может быть, я не знаю, но... Действительно ли... Ну, то есть, ну, хорошо, её просто усилили, что тут говорить. Просто усилили карту, потому что она не играла. Однозначно. Не вижу каких-то ситуаций моих комментариев по этому поводу того. Так, теперь следующая карта. Дворфин Мерсенари. Это, собственно... Ой, ты пропустил... Ты пропустил Холкер Саппорт. А-а-а. Холкер Саппорт. Поддержка Ковенкаров. Ну, поддержка... А, Лол. Пропустил поддержку Ковенкаров. Поддержка Ковенкаров теперь три силы. Вместо двух. Да, она не умирает... Она не умирает в землетрясении, типа. Окей. Ну, кто теперь будет играть это землетрясение? Просто такое, мне кажется. Может, оно его и никто не будет играть. Понимаешь, что, типа... А, вот теперь можно и поздороваться, как боги заповедрили. Сто лет тебя не видел, друг. Ну, хуй он знает. Я не знаю. Если теперь землетрясение еще, типа, как тут написано в описании, дамажит золотых. Вообще, пипец. Почему он так думает, типа, сбор Рарка, бронзовая Рарка, в которой дамажит золотые карты, я в это не верю. Мне кажется, неправильные обстоятельства. Так, ну и тогда перейдем все-таки к дворовым мерсценариям. Ты хочешь меня нахер послать? Тут стримера нахер, пока посылают. Давай. Здорово всем, да. Итак, это, собственно, гном. Обнимемся, вместе пойдем, да? Да это у меня там алерт, блин, когда кровавый барон, типа, наезжает там на чувака, меня все нахер посылают. Срабатывает именно этот алерт почему-то. Так, и, собственно, гном теперь, который раньше он был двоечкой, и это гном, который получает две силы за каждого дворфа на вашей стороне. Ну что думаешь? Теперь он, типа, тройка вместо двойки. Показывай, вот у нас на стриме пачка выйдет еще неизвестно. Просто плюс один. Просто баф. Просто баф. Просто плюс один, ребят. Просто баф. Просто бафнули карту, которая полслабая играла. Просто, ребят, те карты, которые не популярны, они поднимают, чтобы... Опа, слушай, а вот следующие я читаю фикс, как бы, почти... Ну, часть и... Мы-то ее прослушали. Да, мы-то ее прослушали, а она-то вот... Для вот этих всех монстров на жире, которые, возможно, увидят теперь еще больше плей, ты говорил... Я помню мне как-то, что... Я тебе сказал, типа, вау, бля, придумал супердеку новую, а ты сказал, типа, ей уже играют тысячи лет, да? И я такой подумал, окей. И я ей успешно играл. Да, монстры типа XXL, да, на росте. Слушай, с учетом Кейрона, который вы сегодня анонсировали, ребят, кто еще не слышал, будет карта новая, золотая Кейрон, которая поглощает до трех незолотых юнитов, и она сама золотая. То есть она поглощает их силу. Там внизу есть что-то, будет в почтовочке. Будет еще? Все, тогда окей. Потом еще и обсудим. Теперь, собственно, пассивная способность, обилка монстров, юниты под волком или адреналин рашем, они не будут считаться в счет при рейсе. Знаешь, бывало частенько так, что ты играешь, у тебя миллиард юнитов на столе, ты играешь адреналин там на самое сильное существо, и оно выживает, это же существо в следующей вере. Да, да, да. Ну и ты типа такой. Хорошо, хорошо. Неплохо сыграно, как бы, good game. Да, это определенно, баф, жередина, понятно, понятно, конечно. Привет, мистер Удин. То есть, как бы, это значит, что у тебя остается два юнита, возможно. Два сильных существа. Кстати, значит, возможно ли это, если ты будешь играть на такой деке, сразу что ты вот, ты можешь сказать, что ты положишь в эту деку адреналий на себя? Хотя бы копию. Ты вот скажешь так, услышав это почему-то, я бы тоже сказал. Да, да. Так, в принципе, нужно адреналин играть в этой деке, так или иначе. Да, да. Просто рисковать, но... Ну, это колода на риск. Так, хорошо, следующий. Дагон. Ну, понимаешь, она очень сильно уязвима к погоде, эта дека. Слушай, а мне нравится вот то, что я сейчас прочитаю. Дагон. Дагон? Дагон, добавлен First Light, как четвертая карта. Угу. Слушай, этого реально не хватало. Кстати, этого реально не хватало. Мне... Я не про Дагон думал, я думал про Аэромантию. Типа, добавить в Аэромантию... Ну, в Аэромантию это его не добавили. А вот я, наоборот, считал, что... Блин, почему есть такой герой, и у него абсолютно точно такая же способность, как у Аэромантии? Это, мать вашу, целый герой. Да. То есть, почему одна спешл-карта, которая может быть использована в каждой колоде, как серебряная, почему есть такой же герой? Как бы это нечестно по отношению с тем, кто играет на Дагоне. Теперь он не такой бесполезный. У тебя частенько бывали ситуации, если ты играл на Дагоне, когда... Ну, тебе эта погода, грубо говоря, ни туда, ни сюда. То есть, она тебе не нужна. Как пропуск ход. Да, ты просто... Ты, когда её использовал, ты пропускал свой ход. Допустим, ты её играл для этого. Теперь ты её можешь сыграть не просто, чтобы пропустить ход, а чтобы ещё, допустим, сыграть юниту себе какого-то. А с учётом, что ты можешь сыграть каких-нибудь сейчас там... Достать из колоды там утопца рандомного, да, и сдвинуть вражеского юнита на юниту, ну, на ряд с погодой, это уже интересно. Так, ну и утопиться. Это круто, это круто. Да, мне нравится. Утопиться, ребят, раньше он был семёркой в осадный ряд, теперь он пятёрка, ему добавлена способность возьмите и передвиньте карту оппонента на последний ряд, на ряд осадных юнитов. И также он иммунен к дождю. Дождь действует на осадных юнитах также. Отличный, отличный баф карта. Просто отличный баф. Я не понимаю, почему он раньше был, типа, утопец, который... Почему утопец, да, который отлетает от дождя. Это очень аналогично. Это было настолько тупо, что... Я не знаю, появятся ли деки на утопцах, которые, типа... Слушай, ну, а как часто, другое дело, вот, если бы он мог двигать в любой ряд, это было бы... Смотри, понимаешь, все, вот, допустим, возьмём тех же КТЛ, которые все играли через третий ряд. Да. А, потому что, типа, садный ряд самый безопасный в погоде, да? Ну, и он по-прежнему... Теперь его нет, типа. Подожди, так он может двигать только их на Сиджи Роу. Он только в этот ряд их может двигать. Он не может с него сдвигать. Это значит, что ливень станет популярным. Это всё. Ливень была самая непопулярная погода. Да, это точно. Но... А зачем её... Её по-прежнему не будут, мне кажется, играть тогда, этот ливень? Смысл его играть? И все могли сыграть водяную бабу или вот эту двойную погоду, которая спавнит туман и ливень. Никто, мне кажется, всё равно по-прежнему не будет юзать этот просто обычный ливень. Вот, знаешь, одна вот эта карта. Обычный ливень не будет. Утопец теперь не утонет. В одну бабу играет и двигаешь утопцами. Я не знаю, ребят, вот если бы она могла двигать в любой ряд, вот это было бы интересно. То есть ты мог бы специально двигать жирных юнитов соперника в ряд любой. Мне кажется, это было бы OP тогда, да, наверное, как думаешь? Если бы была возможность двигать в любой ряд, это было бы OP? Да не OP, просто, наверное, это слишком сильно было бы для команд. Ну, возможно. Ты же должен, понимаешь, ты должен учитывать то, что... Это мы с тобой сидим, у нас, типа, большинство карт собрано, да? Норички, кто начинает, для них команды очень важны. И они такие... А команд, который двигает любую карту, ну это уже слишком сильно, понимаешь? Галь, ты можешь под... Потому что ты можешь уже подставить под мороз, ты можешь подставить под туман. Прикинь, ты такой всю игру бафаешь, карту, да, такую всю игру бафаешь, чувак поставит утопца камонку и все. Все твои бафы идут. Да, это было бы слишком сильно, согласен. Ладно, обсуждаем утопцы уже слишком долго, мне кажется. Нейтраль, 6 силы, наносит 2 урона теперь. Снимает, точнее, 3 силы. Да, нейтраль это очень интересно. Уже хотел, уже много раз... Почему нейтраль, как семерка, плохая? Потому что есть такая карта, как Ссадники Дикой Охоты, на которой обычно играет Гром, они становятся семерками. Вы это делаете и умираете все дружно от Геральта Игни, либо от простого Скорча. Потому что все смерти отлетают. Плюс к этому есть карта Морозный Великан, да, по-моему. Которая тоже семерка, и если вы не успели кинч Мороз, то они тоже умрут. То есть очень много семерок в первом ряду, которые умирают от одного Скорча. Поэтому надо с нейтральными что-то сделать. Вот сделали, теперь она шестерка. Но теперь она умирает от Грома. Это, конечно, очень плохо. Да. Это очень плохо, что она умирает от Грома. Но то, что она наносит 2 урона, это очень сильно. То есть, с одной стороны, они ее бафнули очень сильно, с другой стороны, они ее поставили под Гром, но не поставили под Скорч. Это такое. Убить его легко. Но 2 урона их уже очень круто. То есть, смотри. Прикинь, в Саднике Дикой Охоты. Пустил коней и сделал минус... 6. Блин, минус 6. Минус 6. Сыграл карантиру, сделал карантиру, это сделал еще минус 6. Да. Это круто. Это круто. Я, знаешь, раньше, когда у меня как бы есть нейтраль, и я когда его думал, ну что, сделать деку с нейтралем, да, вроде серебряная карта, и ты такой, типа, ага, что мне надо, чтобы он работал? Такой, всадники, карантин, и там, допустим, этот, как его еще зовут, который наносит, дикая охота, легендарная карта, ладно, забыл ее, которая... Какая, какая? Имерлих, вот, имерлих. В общем, смотри, ты такой считаешь это все, да, и такой, типа, ага, всадники, это целых три урона, да, потом, типа, карантин, это тоже целых три урона, и ты такой, ого, карта, которая снимает шесть урона, да, типа, а нахера мне это нужно, а нахера мне это нужно? Как-то, ребят, то есть, собственно, сколько урона, как бы, я, знаешь, там, лучше положу великана, да, который станет четырнадцать вместо вот этой карты. Ну, хороший фикс. Хороший, точнее, не фикс, а апп этой карты. Ап, 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 хороший, но у зимности, подожди, 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 что-то, мне кажется, я сейчас... Боистый легкий таргет для грунта. Wild Hunt Warrior, а, понял, я сначала думал, что это всадников аппнули до пяти силы. Wild Hunt Warrior, карта, которая наносит одну единицу урона, и если убивает юниты, получает плюс две силы. Считай семерка, короче. Ну, а четверка. Да, теперь семерка. Ну, по-моему, мы ее играли. По-моему, ее играли, да. И я тоже ее играл. Я ее играл, я ее играл, да. Как минимум на погоде, вот, ты убиваешь одного этого юнита несчастного, там, и достаточно, может быть, это сильный юнит. Может быть, они считали, что для рарки она слишком слабая. Ну, не знаю. Хорошо, хорошо. Это камунг, это камунг. А, да камунг? Да, да. Только что четнул. Окей. Рарка это всадники, которые... Чем, три. Да, здесь. Ну... Ладно, окей. Так, Харальд закрипал. Опа, мой любимчик. Так. Убирает три силы от всех раненых юнитов. И убирает две силы от нераненых юнитов на стороне оппонента. Вот это мне, блин, нравится. Вот, я могу сказать, мне нравится. Вау. То, что он снимает и не с раненых, это прям вообще супер. Это реально круто. Вот это реально крутой баф. То есть, ты согласись, что четыре силы было порой излишне. Да, так там это часто и не нужно было. А вот две нераненых. Слушай, так тут еще не написано. Тут написано from all. Ты понимаешь, что это значит, что и золотые под эффект попадают? Золотая карта тоже может быть раненой, правильно? А, ну это да. А что, раньше разве было не так? Нет, раньше он не аффектил золотые карты. Он вообще никогда не притрагивался. То есть, я так понимаю, теперь он снимает две силы из золотых карт просто. Либо так, либо опять же описание неправильное, как с землетрясением. Слушай, так Харальд, что это? Новые OP? Скелли? Медведь. С другой стороны, ну как бы, может быть, может быть, это сделано для того, потому что, ну типа для того, чтобы использовать дракона, который стреляет... Мирк-то-браке. Мирк-то-браке. Да, да, да. Который, типа, коты золотые карты и убивать их сабинки. Это будет реально сильно. Тогда, ну слушай, этот дракон заиграет в Харальд. Блин, у меня уже в голове такая идея деки. Уже такая идея деки, ты себе не представляешь. Это будет новая OP-дека. Я буду тебя рассекать на твоих CTL на ней. Ну ладно. Мне кажется, будет интересно. Новый этот, как я бы сказал, сезон или новая часть Гвинти, вот этот вот этап, он будет интересный. Так, Драйк Бонху добавляет одну силу, базовую, базовую силу всем незолотым юнитам в вашем отбое. Ну, был он двойкой, теперь четверка. Кстати, об этом не написано здесь. Но мы-то помним, мы-то стрим смотрели. Да, он четверка теперь. А, знаешь, что пишут ребята-то в чате, о чем я не подумал. Что? Что? Нет, ребята, вообще они неправильно пишут. Ребята, вы пишете, что и у твоих раненых тоже минус три. Он не может снимать у моих раненых минус три, потому что тут написано. From non-wounded units on the opponent's side of the battlefield. На стороне врага, не на моей стороне. То есть, либо это относится, убирает три силы от всех раненых юнитов. То есть, тогда да, и от моих тоже. Кстати, вот это, возможно, правда. Смотри, тут написано. Убирает три силы от всех раненых юнитов. Всех раненых юнитов. Запятая. Убирает две силы от всех нераненых юнитов на стороне соперника. То есть, возможно, он теперь и у твоих все-таки будет снимать три силы. Что ты на это теперь скажешь? Гаррет в помойку? Или ухтерсептором always... Аааа, да. Запятая, запятая, какими-то. Типа, всё. Всё. Слушай, ну это ГГ. Ну это ГГ, согласен. Да, всё, как бы... Потому что, типа, потому что медведь. Типа, медведь будет реактив тебя. Либо не играть в медведя. Играть в медведя. Кто это написал за бантию этого человека? Я уже хотел мечтать о том, что я буду играть на Гарольте и... Ладно, что, не банти, конечно же. Так, Клан Димун Пират Капитана. Слишком сложное название. Клан Димун Пират Кэптон. Три силы. Слушай, это не тот, что ему нет... Ты пропустил... Опять? Ты пропустил чувака этого балалайшника. Так я же сказал про него. Мы просто так, я про него, знаешь, упомянул. Типа, думаю... Ну мы вскользь про него сказали о том, что... А действительно он становится более хорошей картой. Это действительно очень серьёзный баф. То есть он добавляет 2 к изначальной силе. То есть они будут выходить уже не зелёными, как раньше. Раньше они зелёными. Тут написано единица, кстати. К базовой силе. Да, нет, я говорю, что он добавлял 2. Да, добавлял 2. В бросе они выходили зелёными и отлетали от Демирита. Теперь, ну, с другой стороны, типа, ну, там Демирит в действительности это не сильный ход на юлицу, который вышел из Броса. Такое. Не знаю. Ну, хорошо, подняли карту, да, они сделали её круче, но я не думаю, что её будут играть. Понял тебя. Хорошо, про поводу клан Демут Пират Капитан. Это тот, я чекал, который сейчас единичка, да? Смотри, а почему пишутся три силы? Тут написано три силы, а он две силы. Он две силы, правильно был? Мы на стриме видели. То есть я так понимаю, тут ещё опечатки есть. Я, может, даже сейчас обновлю страничку. Может, тут они уже пофикшены. На реддите, я знаю, такая быстрая вещи такие фиксятся. Ба-ба-ба-ба-бам, где тут он был? Пропал. Слушай, я обновил, и теперь как-то они поменяли. Я вижу все строчки, они по-другому написаны. Тут уже и водяная баба сюда добавилась. Слушай, ты знаешь, сейчас быстренько про... Слушай, так тут обновилась страница. Да, я просто в другой вкладке открыл, не стал обновлять на всякий случай. Давай я всё-таки... Тогда вернёмся назад чуть-чуть, да? То, что мы пропустили, я быстро догоню. Ну, тут появились как бы новые строчки, которые мы пропустили. Плотва. Изменено описание платвы. Теперь играется на рандомный ряд из вашей колоды или отбоя, когда золотая карта появляется на вашей стороне. То есть изменено просто описание текста. Но для меня, если честно, я просто, конечно, я прочитал тебе, как я это сейчас перевёл, но для меня оно всегда было именно такое. Да, да, именно такое было. То есть... Да, окей, окей. Промоут, Редонин Элит, это всё было. Три Бушет, Лютик, окей. Лютик не изменили, Мели как было, так и было. Филиппа, Престула, Одрен, четыре силы. Принц Теннис, восемь силы. Вот. Это действительно этого не было. Принц Теннис, восемь силы. Как по мне, его бы стоило сделать девяточкой. Да, может быть, может быть. Может быть. Так, хорошо. Махакангварда, Лерен, Врихит, Бригады. Врихит, Бригады, восемь силы. Я так понимаю, это карта, которая была семёркой? Правильно? Которая ставилась в любой ряд, просто она была семёркой. Сейчас я скажу. Там такие товарищи на лошадках. Да, да, обычная карта. Да, Бригада Врихита, без обилок, пассивка эльф семёрка на любой ряд. Стала восьмёркой, да? Или девяткой. Восьмёрка. Восьмёрка. Просто подняли на единицу. Понятно, не будет играть. Это, знаешь, как в Хардстоуне. Если Хардстоун, и там добавляют к карте, там, типа, блин, я уже забыл, как в Хардстоуне действуют, но там добавляют ей какую-то пипеточку силы. А, нет, это я пропутал, это я про доту имел в виду. Вот смотри, в доте, там, да, если выходит обновление, допустим, герой станет на две секунды, да? В доте сделают так, чтобы он станел на две, ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, там, пять. И все такие, типа, о-о-о, фикс, о-о-о, фикс, пофиксили там, блядь, героя. Так и тут, знаешь, типа, добавили одну единицу силы, окей. Типа, вот если бы добавили две, наверное, об этом уже можно было говорить. А так, семь, окей. Нет. Не знаю, тут зависит от того, какая будет синергия с эльфами, понимаешь? У него есть пассивка эльф, и мы пока ничего об этом не знаем. Эльф он, и что дальше? Так, хорошо. Врихит вангуард. Собственно, то, о чем мы говорили, карта, которая спаунит одного новичка, была четверкой, стала шестеркой. Вот это, вот это, по-моему, хорошее. От грома, конечно, она отлетает, но ты бы хотел ее громом убивать? Я бы не очень. Типа, она была четверкой? Да, она была раркой, да? Она была раркой. Нет, это камонка, камонка. Врихит вангуард. Четверочка, которая спаунит одного новичка. Четверочка? Сейчас шестерочка, да. Ты уверен? Погоди, это переведи мне по-русски, офицер, да? Офицер в рихит. Нет, вангуард. Подожди, вангуард слово, не офицер. Авангард. Авангард в рихит, да, наверное? Там такой чувак на коне, так с пистолетом. Да, да, да. С пистолетом. С пистолетом. С пистолетом, сейчас вы видите ракет. Я вповодил вас. Ну ладно, блин, и все, сильный фикс, да? Сильный апт, точнее. Очень, 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 очень. Так, Элвин мы обсуждали, этих обсуждали, обсуждали, обсуждали. Блума, Монтейн, команда, изменено описание. Я даже не буду это читать. Грейвхак. Это, я так понимаю, баба могильная, да, которая ела из отбоя. Правильно? Грейвхак. Ты играл ее когда-нибудь? Нет, такой даже нет, просто. Грейвхак. Все, я ее открыл. Да, это единичка. Нет, это единичка, которая съедала всех юнитов незолотых в вашем отбое и получала одну единицу силы. Теперь она будет съедать. Это же это, это же кладбищенская баба, нет? Да, кладбищенская баба. Теперь у нее две силы, у нее две силы, не единица, и добавлен опять таймер. Написано two round timer. Я так понимаю, это таймер на два хода, на два хода, не на раунда тут это просто... Ну, все понятно, чтобы ее не ставили последней картой, все понятно. То же самое. Видишь, им не нравится все-таки, что они делают эти так последние карты. Слушай, ну, теперь-то она похуже, наверное, стала, правильно? Это, по сути, Лугас номер два. Причем, ты заметь, Лугас, Лугас не резает, ну, как бы, он не убивает юнитов, а она убивает юнитов в твоем отбое. Вот пишет White Snake, теперь она вообще никогда не будет сыграна. Не то, что в конце раунда. Кстати, я с ним согласен абсолютно, мне кажется, ее вообще не будет играть теперь. Посмотри, ну, то, что она убивала, это неважно. На самом деле, типа, у тебя нет реса за чудовище, чтобы ты что-то доставал, вот ты понимаешь. Это да, это правда. Это правда. Другое дело, что эту карту играли последние, потому что Демиритва бомба, понятно. Так а... Теперь тебе надо ее играть за два хода. И как серебро простоит два хода, двойка, двойка, два хода надо простоять. Лугас четверка золотая, это серебряная карта. Вообще отлетает от всего, просто от любого пука. Ну, не от любого пука, но Демиритва, походу, такое. То есть она будет очень большая, действительно. Она не будет отлетать от медведя. Я вообще ни разу не видел ее, честно. Я видел ее последней картой. От медведя, слышишь? Медведя сейчас вообще не будет, наверное. Так, ладно. Голем. Голем теперь шесть силы. Я так понимаю, это которая пятерка голем. А, да, да, да. Просто не вижу смысла здесь останавливаться. Слабую карту все. Усилили слабую карту. Слушай, ну тогда почему они не усилили другого голема, серебряного, который спавнит... Который спамит двоек? Да, спамит двоек. Чего они ему не сделали для этого семерка? Не знаю, видимо, они считают, что он баланс, элементарь земли. Они считают, что, типа, заспавнить четверку, как бы, за серебряную карту, это хорошо в следующем раунде. Заспавнить четыре силы, это, думаешь, сильно? По-моему, это фу, шит. Его, по-моему, надо делать семеркой хотя бы, чтобы он не... Смотри, голем, насколько я помню, коммон, правильно? Голем коммон. Голем коммон. Он шестерка, теперь он шестерка. И элементарь земли шестерка. Голем оставляет после себя двух единичек, а, типа, этот эпик оставляется после двух двоек. Учё, серьёзно? То есть разница между коммонкой и эпиком... Ну, так абсолютно эпиком. Два типа поинта. Ну, то есть, понятно, что это не два поинта, потому что под гнездом это намного больше. Но всё равно, ребят, по-моему, надо поднимать все элементарь земли, это слабые карты. Учитывая, что они подняли голем обычно. Мне нравится комментарий от товарища Аквала. Аква Элайр? Чё-то все леги нерфят, все камоны апают. Скоро будут играть на 25 бронзовых картах. Слышишь, к этому всё идёт, да? Ну, все леги действительно чуть-чуть... Ну, они делают более популярными слабые карты. Они, мне кажется, делают это для новичков. Это баба для новичков. Баба для новичков, да. Баба для новичков. Так, хорошо. Водяная баба, добавлена иконочка ей, вот эта, знаешь, огонёчка такая. Что, типа, она иммунна к дождю. Ну, окей. Окей, тут нечего сказать. Блин, я что-то потерял. А, понятно, это слейненько. Да, там просто, видишь, обновить надо. Так, Харальд по-прежнему тогда ему прочитали, Дрэк Бэнху прочитали, Клан Димум, Пират. Это три силы по-прежнему не изменили. Бирна Бран, восемь силы, но мы ещё знаем, что она теперь не четыре карты, дрова, это три. Вот, на самом деле, то есть, это было, с одной стороны, сильно. То есть, у тебя пул, четыре карты, ты можешь выбрать. С другой стороны, очень часто ты можешь скинуть карту, которую ты не хочешь скинуть. То есть, допустим, ты делаешь Бирну, и там Геральд Игни, Лугас, там Медик, Изирсрида какая-нибудь. И ты такой, и ты такой, что взять, ну, типа Лугаса или Геральда, пипец, оттуда у тебя, типа, ну, меньше выбора. То есть, тем меньше шанса сбросить что-то хорошее. С другой стороны, у тебя меньше шанс найти то, что... Так, хорошо, лодка, вар, вар, лонгшип, пять силы. Я думаю, вместо шести, пять сил. А зачем? Вместо трех. А, я понял, я не о той лодке думал. Это боевой дракат. Это очень сильная карта теперь, ребят. Это очень сильная карта. То есть, единственный минус был в том, что она тройка. Теперь она пятерка, это просто... Это, мне кажется, будут играться вот эти деки. Это ОП. Это ОП. А знаешь, вместо чего она будет играться? Ее и так играли. Смотри, вот дискард с Келлиги, да, вот это вот классическое, допустим, через пиратов и единичек вот этих, которые, ну, бафались от дискарда. Чем там заменить эту карту? Ну, что добавить вместо... Что бы ты добавил вместо вот той колоды вот эту лодку хотя бы? Мне кажется, две копии вообще идеально. Две копии. Вместо... Вместо, допустим, может, вот этих вот пиратиков за единицу, которая ставится иммунной к фоку. Так нет, вот в моей деке, например, есть один капитан, да? Один? Вот одного, кстати, достаточно, согласись. Если ты его просто вылезаешь в начале. Да, да, да. Он хорошо заходит даже один. У меня вместо этих дракаров я их не играю, потому что они очень легко отликают этим. Вот конкретно эти боевые дракары очень хорошо. Да, у них очень сильная синергия, но они очень хорошо играют. Я вместо них играю обычные дракары, которые иммунны к ливню, у которых хороший урон, да, они отлично заходят против чудовищ, но теперь он пятерка, и он не будет умирать. Блин, наверное, да, есть смысл положить его. Слушай, тут также еще... Плюс, плюс, я забегаю вперед немножко, добавили же Брана. То есть Бран теперь скидывает карты и прибавляет базу силы. Да, да, да. Он ничего... То есть теперь Бран будет популярнее, и с дракаром это дополнительная синергия. Слушай, а знаешь еще в чем? Возможно, эти лодочки можно сыграть с Харальдом, подсказывают в чате. Вот с Харальдом он тоже может же быть правильно сыгранным. Не обязательно же играть Харальда через Медведей. Можно сыграть Харальда. Нет, я же говорю, что типа Медведей не будут играть. Я же говорю, типа Харальд без Медведей, да. Потому что Медведь в Харальде теперь не имеет никакого смысла. Так, ну Бирну мы обсудили, Лодку обсудили. Зигфрида. Кстати, я, пожалуй, перед Зигфрида остановлюсь. Плотва теперь не выходит на стол же, если ставится в твой золотой юнит. То есть, если соперник ставит золотого юнита, твоя плотва не появится из колонны. Только при твоих золотых картах. Понятно, но в действительности это не критично. Итак, Зигфрида. Одна единица силы. Убивают ее силу полностью. Добавлен ей пермодез категория. И изменено описание. Респавнит не золотого юнита, получает одну силу, когда юнит играется из отбоя. Найс изменено описание. Скажу только. Пермодез интересно. Я сейчас Reddit как бы вобью в поиске. Пермодез. Пермодез? Это там чуть ниже написано, да. Пермодез тег. Это значит, что карта, когда появится в отбое, она больше не сможет быть резнута. Супер. Да, наверное. Правильно? Да, именно так, именно так. Это сделано для того, чтобы... Чтобы играли воскрешение. Я сейчас заметил, что в последнее время люди перестали брать воскрешение в деку. Я вполне серьезно тебе говорю, что они перестали брать воскрешение серебряной картой. Они берут командирский рок или что-то в этом роде. Я не знаю, встречал ли ты это такое? Я все время играю с воскрешением. А почему они должны брать воскрешение? А, типа как второй рез? Ну да, возможно. Просто я думаю, что наоборот логично было бы. Я все время играл через воскрешение, Зигфриду. Я тоже. Да, 2 серебряные карты обязательно. Можно даже играть, ты можешь сыграть Зигфриду допустим. Во втором раунде там. Чучелом, чучелом ты можешь быть чучелом. То есть ты можешь в первом раунде сыграть Свардриги, во втором раунде ты играешь Зигфриду. Свардриги, в третьем раунде ты играешь восстановление Зигфриду, Бабу, кого-то. Вот такая была комбо. этого не будет но мы уже разобрались до что нельзя воскрешать 1 суши я чуть не понял сэвэдж бэр три силы ничего охерели это медведь это медведь обычный медведь то есть не 5 а 3 еще хлопцы погоди 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 это который обычный медведь который типа дикий медведь может поэтому мы сделали три силы чтобы он типа отгарли так страдал три силы что серьезно нет смысле отгарли так страдал он просто умирал да дело не в том что он бы не играл так или иначе потому что медведьку ребята обычный медведь savage bear вот я вам открываю карту это обычный классический медведь который домашнюю единицу если у вас это медведь под другой карте ассоциируется вот он он сейчас 5 будет 3 по моему это супер фикс нет нет это не который превращается берсерк я уже посмотрел да сэвэдж это дикий медведь да да дикий медведь слушай так это по моему зачем единственное как бы в чем я тебя я тебя понимаешь это было бы логично если бы типа гарольд не убивал своих это было логично я теперь гард убивает своих и медведь не и так не будет играть знаешь я ведь и так бы перестал играть типа без 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 этого без домова единственный в защиту в защиту могу сказать что теперь геральт игни не убивает их в третьем раунде тебя мог убить геральт игни если ты ставишь три медведя но хотя новый геральт игни тебя не может убить в третьем раме если бы так видимо просто жаловались на медведя но с текущей обилкой хромого это не имеет теперь речь и пишет теперь я все равно не буду теперь ройка его стройку тем более будет играть теперь их 4 через оператора не сделать пишет в чате почему не сделать по идее можно во втором раунде нет а так оператор же уходит а филс бэдмен но я еще я до оператора не зашел слишком как для меня иногда сложно это понять так лайк лонг шип это семерка это понимал лодка добавленная иконка это огонька что ему на к дождю хольгерт чернорукий который ставится в средний ряд дома же там по 2 единицы 3 3 юнитов вражеских или ваших добавлено тоже молоко иконочка огонька и так новая категория карт с названием flitting эти карты теперь полностью исчезают из игры как только ты их сыграешь они даже не будут попадать в краевья вот так вот смотри то есть получается раз они это написали будут прям еще именно карты такие то есть ты вот ее сразу сыграла ее вообще не будет вообще в игре вообще вообще но пока это только к оператору насколько мы знаем не факт по моему там еще была какая-то карта командирский рок и или ее просто нельзя было сыграть повторно или ее лучше мы смотрели ну ладно мы я думаю до этого дойдем привет ливнит у тебя пишет привет привет и тебе ладик смотри пишет что мы забываем про карту которая типа удваивает силу раненых юнитов понимаешь да какой который как командирский рок только в обратную сторону как у раненых юнитов да после пишет что командирский урок и уходит после игры уходит из игры они в отбой то есть ну вот получается это операторы командирский рок дико ну и они вот тут написали 3 дар 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 природы еще нет не дочитал так все тогда сразу с этим я собрались или не разобрались обсудим что то насчет обсуждать нас давай давай посмотрим оператор оператора кто-то играл часто действительности да кто его действительно делал деку на пиратах чтобы его играть несколько раз раз вторых рок кто его игра несколько раз только сказали это ее на пробаков которых которых мы с Роду не видели. Два. Дар природы. Его играли один раз. Всё, ребят. Дар природы и так играли всегда один раз. Я не вижу здесь всех. Поводов для беспокойства. Смотри, а если вообще... Не, ладно, это бред. Просто хотел сказать, а можно, если бы сыграть два раза Дар природы? Просто так, знаешь, ты играешь Дар природы. Это же невозможно. Или возможно сделать чисто технически. Ну смотри, если сейчас ты сыграешь, вот просто первой картой возьмёшь сыграешь Дар природы, и потом ты сыграешь, допустим, на него Аглаису, да, то опять же сыграется Дар природы. И всё. И никакого эффекта не произойдёт. Понимаешь, о чём я, да? То есть ты играешь первой картой Дар природы, и потом соперник охот, он ничего не использует, и ты взаёшь Аглаису ещё раз Дар природы, если ты его реснишь. Ну, конечно. Или Дар природы Дар природы. Это просто, ну... Это даже, по-моему, бессмыслица была бы. Я ни разу не видел, чтобы его играли два раза. Хотя пару раз видел. Я его вот так на чучело использовал. Нет, его можно играть. На чучело. То есть ты делаешь... То есть ты делаешь Чучело. Да, возвращаешь. Потом ты делаешь Дар природы, например. Это ещё одно Чучело. Потом ты делаешь Аглаису, делаешь Дар природы. То есть сила... Сила Дара природы в том... Ну, как это в моей деке, например. Что это плюс один спелл в твоём отбросе. Отбросе. Отбросе, да. Сбросе, да? То есть он же делает копию карты, понимаешь? Стиги, я понимаю, что его нельзя играть после одного использования. Я имел в виду, ну, в текущей мете, когда можно сыграть... То есть ты сейчас можешь сыграть Дар природы, и потом ты... Смотри, даже если так, раньше, например, да, было, ты используешь там, допустим, Чучело, да, через Аглаису, то, как правило, в отбое валялось же ещё одно Чучело всегда. Тебе не надо было использовать Дар природы для того, чтобы сыграть второе Чучело. Правильно? То есть ты играл Аглаису, делал Чучело на свою, допустим, тройку, потом играл способность героя и возвращал ещё одно Чучело. И всё. Тебе не нужно было играть Дар природы. Правильно же? Или я ошибаюсь? Вот мне, Ямате, МЧТ пишет, что если бы он был не флитинг сейчас, то можно было бы 4 неофита с лизингрима выбивать. 4 неофита. Ну, 4 неофита. Ну, я понимаю, да, я понимаю, что это новички. Слушай, ну, ладно, это для меня слишком сложно уже сейчас, чтобы в час ночи разбираться с этим. Дар природы можно и послушать. Вроде 4 неофита, ну, допустим... А, ну да, ну да. Не, пач не сказали, сказали скоро, ребят. Так, хорошо, давайте дальше, слишком сложная для меня сейчас категория. Ну, это мы уже обсуждали. Картос, Реленклес. А, нет, это не обсуждали. Новая категория. Кстати, мне написали... Погоди, мне объяснил Лебус тут картинку, что Дикой теперь тоже флитинг. Возможно. Вот я, понимаешь, я когда вот это сейчас говорил, что можно было сыграть, то есть, два раза чучело подряд, я задумался о том, что Дикой, наверное, тоже будет улетать. Да, Дикой, наверное. Итак, новая категория, ещё одна под названием Реленклес. Эта карта теперь не может быть подобрана с поля боя. Не может быть поднята, не может быть поднята чучело, я так понимаю, в данном случае, не может быть поднята чучело. Или там... Чем ещё можно было карты поднять? А, четвёркой вот этой, с Каэтаэльской, правильно? Бронзовую карту можно было поднять. А какие ещё карты позволяли поднимать карты? Эээ, Мильва, 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 да. Три карты. Это чучело. Что-то я пока... Не может быть задикойно, да, ребят? Видите, я вас опережаю, пока вы напишите, я уже забыржу перевод. Больше чё-то не могу ничего придумать. Чучело, это баба... Я сейчас быстренько просматриваю карты. И то, я, кстати, не уверен, что четвёрка поднимала. Но она же поднимала. Не, ну поднимала, ты что? Мне кажется, поднимала всё-таки. Я сейчас вот смотрю на ещё карты. Ну она же только бронзовые карты поднимала, вот такое, понимаешь. Ну, ребят, если в чате кто-то подскажет, не буду на это сейчас акцентировать внимание, если кто-то ещё знает, что поднимали. А, да-да-да, тут написано, верните в бронзовый отряд на вашу руку и немедленно сыграть ещё раз. То есть руку она всё-таки как-то практически возвращалась. То есть теперь есть такие будут какие-то карты... А, написано, среди них будет оператор и Джонни. То есть Джонни нельзя будет больше поднять. А-а-а. Ну, слушай, ты видел такие вот ретардные деки, которые поднимают Джонни? Я видел. Я видел чувака, который сыграл Джонни четыре или пять раз. Ну, так это же не серьёзно, это не серьёзно. А, ещё пишут, что Аидна не сможет поднимать что-то. Ну, Аидна, да, Аидна тоже, да. Аидна тоже. И Васик контрит всё, все. Джонни, ребят, мне просто нравится Джонни, тоже неплохо. Джонни — это английский аналог имени Иван. Иван — это с польского джанек. Джанек, ну, так называется Ивасик в польской локализации. Так что это для тех, кто просто не знает, почему Джонни. Ладно, от перевода к патч-ноуту, вернёмся. Ну, и, собственно, оператор и Джонни. Слушай, оператору, я так понимаю, добавили вообще все возможные теги, да? Вот это вот флитинг, релентлес. Только пермодес не добавили оператору. Хорошо, ну, пермодес. Это мы уже выяснили, что это. Среди пермодес-карт будет Зигфрида и Шани. И Шани. Интересно, почему Шани Шани? А, типа, чтобы её не анголдить? Да. Типа, её анголдили через сотни, кому? Допустим. Допустим. Дело в том, что релентлес, скорее всего, не будут давать бронзе, так что четвёрка эльфов такой себе. Да, я просто чисто упомянул её, что она так работает. Понятно, что они будут через неё что-то обузить. Я вообще не думаю, что у какой-то бронзовой карты будет вот эта категория релентлес, что её нельзя поднять. Мне кажется, эта категория будет только у каких-то золотых карт или эпических. Вот, бронзовых, не думаю. Так. Ну, и, собственно, теперь остались такие уже маленькие изменения. Так пишут с Реддита, что они не объяснили, что Дикой будет флитингом. Но, так как они сказали, что бесконечные Дикой, ну, не бесконечные, а Дикой очень долгий с Эглаисой, теперь не будут возможными, и это логично, что всё-таки Дикой будет флитингом. Это, да, понятно, мы это сами положили. Так, открываю я картинку. Ранкет мод. Так, понял, это не очень информативная картинка. Следующая картинка. Что там? А там просто, типа, представляем режим ранкета. И нажмите А, чтобы продолжить. Блин, я так хочу быть, типа, в топ-1. Круто. Не, ну, сори, придётся подвинуться. На скобочку. Придётся подвинуться. Семьдесят тысяч побед на 55-м или нет? Семьдесят тысяч. Нормально, нормально. Я пока ещё раз страницу обновляю. Так, ну, анализирую, что тут на скрине. Мы это всё, в принципе, увидим. Смотри, там только что интересно, видишь, смотри, стоит тег Европа, да? То есть будут регионы, значит, как и в Hearthstone. Вопрос, будет ли регион СНГ? Типа, будет ли регион СИС? СИС. Ты тут? Да, да. Так, хорошо. И смотри, видно ранги уже, да, как бы, название. Написано Мастер Кард Смит, Драгон Хантер, Охотник на Драконов, Ведьмак, специальное подразделение Special Force, Вангард. Это как ты там переводил того, который чувак на коне? Авангард. Авангардец какой-то там. Гуэрилла. Это наёмник. Насколько я помню. И Пур Инфантри. Бедная пехота. Немощная. Как там, Ведьмаке правильно переводили, там, красивый перевод. Ну, в общем, это... Ура. Не, не, грёбанное там, да, слово грёбанное. Идеальное слово для них. У нас, знаешь, у нас локализацию аксуалили. Они написали, по-моему, бедная пехота. Я уже и сам так говорю. А на самом деле, правильно говорить, грёбанная пехтура. Так, намного круче. Так, ладно, хорошо. Новая система уровней и Experience Bar. Это, собственно, то, как будут выглядеть новые левелапы и всё такое. Не так, как сейчас выглядит, а вот так вот. Смотри, там ещё появился пункт, если ты вот заметишь, он называется Scores и Dailies. Вот меня интересует пункт Dailies. Ещё что интересно, фильтр по фракции стоит, а вот это я не заметил. Это вообще, погоди, это... Dailies, это типа Dailies. New Leveling System Experience Bar, понятно. Да, это как, типа, грёбанное выглядит. Ну, типа, это там просто, типа, сколько очков... Ну, и, как бы, смотрите, дизайн улучшили, там, красиво, все дела. А вот я... Нет, понятно, но когда это уже ведут всё просто. Слушай, а вот товарищ написал, что самое, что интересно, стоит фильтр по фракции. А где он стоит, я его не заметил. Вот я не вижу фильтра по фракции. Ты понимаешь, что есть фильтр по фракции, это, например, только среди Скайта Элей, ты там топ-1, да? Может быть, на другом скрине? Нет. А, ну да, лидербордс, монстры написано. Ага, всё, понял, 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 не тупой. Поречка не тупой. Лидербордс, и написано слэш, монстры. То есть, нельзя быть топ-1, наверное, тяжело будет, да? Быть топ-1 там и на монстрах, и на Скайта Элях. Вопрос, какие плюшки за это будут давать? Интересно. Да, Энди, мы знаем. А, и так. На этот, на Близкон поедешь, ага. Сидит Проджектон. Так, Геральт Аарт. Ну, поехали, новые карты. Итак, Геральт Аарт. Я уже заговариваюсь. Возьмите, как бы, возьмите ряд, да? Выберите ряд и оттолкните карты на этом ряду на ряд выше, и нанесите им 1 урона. Тем картам, которые вы передвинули. Вот такой вот арт у карты. Кстати, мне не совсем понравилось, что они представили карту, да? Просто показали картинку. Почему они не написали к ней текст, типа? Да хер его знает. Ленивые. Ну, в общем, как тебе карта? Ну... Восьмерка милишная. Так, это Нойтрал, да? Это Нойтрал. Это восьмерка, которая... Да-да-да, Геральт Аарт. Которая делает минус один ряду хотя бы... Она делает не минус один ряду, а минус один тем юнитам, которые подвинули. То есть это, возможно, тоже имеет значение. Именно тех, кого ты подвинул на ряд выше, двигается на ряд выше. То есть, если... Ну, этому-то ряду, который ты подвинул, ты делаешь минус один, получается? То есть тому количеству юнитов... Да-да-да. Но смотри, дело в том, что если юнит стоит на осадном ряду, да, то сдвинуть его-то уже некуда. А он двигает на ниже только? Он двигает на ряд выше. То есть с мили на дальневики. С дальневиков на осадный. А вот вопрос с осадного. Он двигает на милишный? Типа вниз. Видимо, не двигает. Видимо, не двигает. Ну, и это уже вопрос. Тут угорает с тебя, как ты сказал, нейтрал. Подколечки пошли. Погоди. Нойтрал, нейтрал, да. А как франч-то? Ты имеешь в виду слово... Ну, сказал бы нейтральное. Я вообще не понял, что ты сказал. Я сейчас делаю через переводчик английского. Ну, примерно... Она там сказала нейтрал. Нейтрал. Нейтрал, да. Ну, как-то так. Нейтрал. Нейтрал. Это сложное для меня тоже слово. Я, честно, я больше воспринимаю английский, чем перевожу. Окей. Ребята, ну, нейтрал. Нейтрал. Он не дотягивает. Ну, короче, я не... Не, ну, есть... Блин, обидно, что они сталкивают на мили ряд. Ну, ладно. Как думаешь, карта... Может? Мне кажется, интересно. Но не будет во многих деках играться. Это типа знаешь, что это? В монстрах. Комба с утопцами. Да-да, комба с утопцами. Комба с утопцами. По-моему, все-таки это называется как Neutral Card. Вот я сейчас почти идеально, блядь, сказал. Забей. Neutral Card. О, все. Ладно, поехали дальше. Кейрон. Про эту карту мы уже говорили. Мне она очень понравилась. Кейрон, это интересно. Кейрон, это интересно. Поглощает или съедает три незолотых юнита по вашему выбору и поглощает их силу. Вот такой вот арт тут размазанный. Слышишь, что пишут люди? Фул ряд нейтраля с дикой охотой. Толкаешь в туман, и все единички. Они же ведь иммунные только к морозу. Фул ряд нейтраля с дикой охотой. Они ведь иммунные только к морозу. Ну, да, да, да. Ну, знаешь, тут, я тебе скажу, тут бы сейчас толкать будет тройки и двойки. Вот если они под громом уже, это уже серьезно. Так, ну вот Кейрон. Арт, конечно, неплохой. Вот, мне кажется, золотой Кейрон будет просто Крейгазом. Просто Крейгазом. Я уже представляю, как у него там эти зубы шевелятся. Это понятно в кого, понятно куда, в какую колоду. Это очень крутой финишер. Прикинь, сколько можно, допустим, ты съедаешь. Вот ты набафал, допустим, какой-нибудь. Смотри, слушай, блин, так это бы вообще имбаланс. Смотри, ты набафал. Там жаба, гуля. Ты набафал какую-нибудь Экиму, да? Экима. И просто потом ее съедаешь, чтобы ее не убили с корчем. И как бы спокойно забираешь этот раунд. Все. Это все, для чего он нужен. Выиграть один раунд. Одна карта, чтобы выиграть один раунд. Ну, надо учить. Либо как мощный финишер в третьем раунде. Ага, только вот пишут опять же. Сожрал три карты, а тебя двемерит потом кинули. Ребят, типа... Смотри, ну ты учитывай, что там будет не только двемерит, а еще и двемеритовые наручники, до которых мы пока не дошли. Да. Ребят, если играть двемерит, то все карты готовы. Такое. Пишет еще Кейрон Газом. Новый смайлик, да? В твиче. Так, хорошо. Я застанил этот смайлик себе на канал, когда партнерка говорит фахла. Блин, ну я тогда забил себе голубого мальчика Лугуса. Я понял. Так, Коралл. Коралл. Выберите любой ряд и передвиньте все карты на этом ряду на любой другой. А, на ряд к ней. Выберите ряд и передвиньте карты из этого ряда на ряд к Коралл. А если в мили... То есть как бы Геральт не двигает осадный ряд, это не двигает милищный. Я правильно. Нет, это двигает любой ряд. Ты ее ставишь в какой ряд? Ты ее ставишь в какой ряд, туда ставятся юниты к ней. А-а-а, я понял. Они к ней ставятся. Я думал, к ней... Понятно, понятно. Ты типа ставишь ее, допустим, в мели, выбираешь осадников, и осадники двигаются в мелишку. Так, это нейтральная, да, карта? Да. Нет, это скеллипы, это скеллипы. Это карта скеллипы. А, это скеллипсы? Тогда... А что там надо у них двигать? В туман, в туман, можно сказать. Так свои же карты, зачем их ставить в туман? А, свои же карты? Свои же карты. То есть, возможно, топорников? Топорников? Нет, нет, стой, 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 я чуть не понял. Ты выбираешь ряд, и все карты в этом ряду ты двигаешь к ней, правильно? Нет, стоп, хотя вообще с другой стороны я сейчас читаю. Еще раз, еще раз. Подожди, если это... Put on any role. Выберите любой ряд. Не написано, какой. Вражеский или свой? То есть, подожди, ты будешь украсть всех юнитов врага к себе. Нет, не, 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 не. Any role, значит, твой, я уверен. Просто твой ряд выбираешь. Ребят, помогите. Да это тут по-любому. Нет, это просто, наверное, смотри. И ты ставишь ее, допустим, в третий ряд, да? Выбираешь первый ряд врага, милишный. И просто они ставятся тоже в третий ряд, но у него, на его половине. Правильно я понимаю? All of the cards from any offers role. Не, ну, смотри, ты ставишь ее как бы к себе на третий ряд. И все юниты, которых ты решаешь передвинуть, они будут ставиться тоже в третий ряд. Ну, у врага. Либо так, либо все юниты с твоего одного ряда ставятся в тот ряд, куда ты ее поставишь. Понимаешь? То есть смотри, допустим, у тебя первый ряд заморожен, да? У тебя там стоят мужики, стоят какие-то там бабы. Ну, это понятно. И ты такой херак, типа, ставишь ее в третий ряд. Всех украл, и они в первом, типа, в третьем ряду тебе стоят. Я думаю, это так работает. Такого вопроса, можно вражеских двигать юнитов? Хорошо. Я понял, ребят, что я вижу, что вы пишете, я понимаю, что она может своих двигать. А вражеских можно передвинуть? Вражеских юнитов, например, с первого ряда передвинуть на второй, куда ты поставишь ее. Ты вот ставишь ее на второй ряд свой, на свой второй ряд. Выбираешь вражеский ряд, допустим, первый, и ставишь его на второй ряд. Да-да-да, я же изначально сказал, что, типа, так это работает, возможно, но если так, то, да, круто, типа... Так, по сути, это улучшенный тогда Геральт Аарт будет, нет? Она не Disloyal, какие вражеские? Так, я понимаю, что она не Disloyal. Ну, как улучшенный, типа, она не дамажит, но, типа, убирает любую... Смотри, ребят, она не Disloyal, это не важно, но просто написано на любом ряду. То есть, как будто и на вражеском можно тоже сделать. Я не обязательно бы Disloyal, чтобы этот эффект работал. Да, я... Вы поняли. Ты же правильно, ты со мной, да, согласен в этом аспекте? Ну, да-да-да. Ребят, я не ручаюсь двигать чужие ракеты. Так я тоже не ручаюсь. Я не обязательно бы Disloyal, чтобы делать... Как бы я тоже не ручаюсь, ребят, но... Не обязательно быть шпионом, чтобы что-то делать на вражеской половине стола. Вот, Филиппо не Disloyal ставилось куда угодно. Сейчас, кстати, уже не может, да, наверное? По-моему. Сейчас она может только к врагу ставиться. А раньше могла, да, вот ставиться. Ребят, Филиппа была раньше не Disloyal. Ставилось это ряд врага, и всё нормально. Так, ладно. И новая карта, ещё одна... Нет, ещё три карты, две. Ширу, засада. Засада. Показывается, когда играется специальная карта. То есть, ну, она срабатывает. Переворачивается карточная полочка. Полочка. Рубашка. Рубашка, да. И отменяется эффект карты, и срабатывает скорч. Ну, как по мне... Вот арт у неё красивый. Стоп, 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 стоп. Смотри. Шоу своей на ней спешу карт на плей. Ты станешь этого чувака. Это контерспел плюс... Да, плюс скорч. Вопрос, не сработает ли этот скорч на тебя. Да, вопрос, там не сработает скорч, чем тебя. Ну... Бля, по-моему, вообще трэш. Я не знаю. Четыре за леку золотую. Типа на эмбушах деку. На эмбушах деку. И смотри, это должна быть дека на эмбушах. И, типа, у тебя не должно быть ни одной карты тогда на столе. В принципе, с эмбушами это возможно, правильно? То есть, ты можешь сыграть там Трувель, да? Ты можешь играть четвёрку эту, которая возвращается, если ты проигрываешь. То есть, ты можешь прям... Ну, все... Чтобы у тебя все карты были рубашкой повёрнуты. Рубашкой на тебя смотрели. И тогда, как бы, он... Смотри, я даже... Смотри, ты играешь вот все, просто все засады на стол оппонента, да? И, как бы, он ставит там юнитов, что-то они умирают, там всё классно. А у тебя на столе всего лишь будут там Трувель, вот эта четвёрка, вот это ещё... Вот это вот новая четвёрка. То есть, получается, это уже 6 плюс 4, 12... Ой, 10, 14. И я не знаю, есть ли там какие-то ещё золотые карты, да? Будешь, понятное дело, играть. И вот ты всё это играешь, у соперника там что-то сила понижается, и ты просто выигрываешь за вот такого мелкого счёта, понимаешь? Там где-то счёт будет там 15 на 2. И ты там, допустим, играешь ещё Рагнарёк там и всё такое. Стамильфорда, землетрясение на 2 урона, не важно, что она дамажит тебя. У тебя 0 юнитов. Что думаешь? Может быть... Думаю, хуевистик. Не знаю, чувак, надо смотреть. Но люди знают, что ещё пишут, кстати, что интересно. Подсказывает товарищ с ником житель земли, что можно и свою особую карту превратить в казнь. То есть ты можешь по ситуации-то как бы его поставить и свою говняную карту, говняную, которую ты, допустим, не можешь использовать, хорошо, превратить в казнь. Не карту, а спел, да? Да-да, свою особую карту. Спешл. То есть ты такой, у тебя там лежит бесполезный там дар природы, допустим. Ну реально бесполезный. Или у тебя там бесполезное землетрясение, да? И ты такой опыт, играешь его, и у тебя скорчь срабатывает. Как я знаю, тут вопрос в том, это всё очень красиво, но я не знаю. Это как жерединам, как типа очень красивая колода, как взять корону, а не полкорону. Полкорону ты возьмёшь легко. Как взять... Корону непонятно. Да, это как слоган. Раунд ты выиграешь. Ты можешь проиграть в битву, но не войну, да? Ну типа того, да. Пишут, что против севера. Окей, поехали дальше. Что там? А, собственно, да, для имелитрованного. Выберите любую карту на поле боя и уберите с неё все бафы и эффекты. Всё, всё просто. Вот так вот выглядит. Арт, кстати, прикольный. Знаешь, что мне арт этой карты напомнил? Я вот недавно совсем поиграл в эту компьютерную игру, и ты, кстати, в неё тоже, по-моему... Блин, подожди. А, да, ты тоже в неё играл. Помнишь игру, называется «Бэтмен от Telltale», да? Да. Вот они там, когда им вкалывали это зелье, вот у них точно такие же рты были. По-моему. Ну, по-моему, хорошая карта, да? Одну в деку положите. Чуть, они карты. Батт, отсюда, дрему, флот бас. Слушай, это просто как бы скорч, да? Ну, как сайленс в хэрдстоуне. По-моему, классно. Мне нравится. Одну карту. И эффект from it. То есть, это... Просто очищение, всё очищение. Это снимает, да, это снимает адреналин. Адреналины, все бафы, ласточки, всё дела. Ну, это как двимерит, чувак. А в чём вопрос? Но вопрос в том, что она бронза. Вопрос в том, что двимерит не снимает адреналин. Вопрос в том, что не снимает адреналин, раз, во-вторых, она бронза. Ну, так я же говорю, это, по-моему, мастхэв в любой деке, нет? Одна копия. Это круто. Это круто, да. Текущая вариация. Это мастхэв в каждой деке, как мне кажется, она будет играться. Одна копия. Ну, она всегда сыграет, мне кажется. Золото. Ну, золото снимает, это понятно. Мы же сказали, все бафы. Дебаф тоже снимает. Слушай, слушай, а если она снимает дебаф у твоего юнита? Это ведь тоже реально, правильно? Твой юнит под погодой. Ты вязаешь его на ней, ну, на него эту карту. Да, 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 да. Баф, эффект, 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 то есть дебаф относится к эффектам. Мне кажется, эту карту пофиксит. Я не знаю, по поводу золота, ребята, вы уверены, что она снимает? Да, снимает, они говорили на стриме. Я помню. Да, да. Это имбаланс, по-моему, на данный момент. Слушай, хочу найти премиум карты. Есть, ребята, у кого поделитесь ссылочкой на канале там Алексея? Да, я вижу, что там на Фейсбуке, на канале Алексея, или на моем, скиньте ссылку. Я хочу посмотреть, показать вам золотые карты. Слушай, вообще, я сейчас в Ютубчик зайду, и там уже наверняка это есть. Как бы совсем осталось, мы покончили с обзором. Ты в целом доволен тем, что сделал? Да, я доволен. Я доволен, мне очень жалко изюмблима. То есть дека, текущая моя, она полностью уничтожена. Ее нужно будет переделать. Но это круто, это реально круто. Потому что, когда ты играешь по 10 часов в день, тебя текущая мета за ее будет буквально за 3 дня. Вот. Да, круто, новый деки. Так, ну я понял, короче. Хочу, хочу, хочу патч, хочу патч. Мы сделаем, ребят, по-другому. Мы запустим стрим CD Projekt'ов, который только что прошел. И я прямо оттуда в лайве вам запущу премиум карты. Ты хочешь еще посмотреть или пойдешь уже? Я, в принципе, мы закончили. Не, я посмотрю. Ну давай. Я посмотрю. Звук вырублю. Так, сейчас мы пролистаем, где они там показывали их. Я хочу еще раз, знаешь, глянуть на них. Так, край газом испытать. Так, тут они болтают. Слушай, где они их показали? Что это за секунду, что ли? Уже на скайта элег катают. Самая топовая анимация у Берны? Вот я согласен с товарищами. Да, это точно. Это из всех, что показали, абсолютно согласен. Самая, по-моему, помойная у... Не, не у Юры, это у Кэртекера, да? Там чисто погодка просто. Дождик идет, и все. Это, который... Это не... Который... Который... Это, нет, нет, нет. Ну, кэртекер... А, ключи, да? Ну, там просто так, типа, знаешь, дождь идет, и листья летят. Это из разряда. Слушай, а я не могу найти, а в чем проблема моя? Не знаю, я сейчас... Ты нашел? Скажи, на какой секунде. Соль в морду. Соль вам в морду. Так, у меня уже прям FPS супер-минус проседает из-за того, что я игру запустил. Компьютер к такому не готов. Сейчас, соль, я сделал. Я сейчас сам не могу найти. Они что, это вырезали? Ну, такой... Они вырезали это, я тебе серьезно говорю. Ключники еще, светлячки какие-то. У него там еще рука так болтается, как бы, в руке. Да как они могли это вырезать, ловно-то, че такое? Они вырезали? Сейчас будем... Сейчас будем твой стрим пересматривать просто. Кстати, на моем тасс-триме-то хуй вырежешь, а? Прошу прощения за мат. Я, конечно, не подстриг... Ребят, я говорю... Я тебя просто забанит. Просто, бля, пики... Задихо... Они специально... Зачем что-то вырезать, если можно тебя просто забанить? Смотри, я запускаю свой стрим. Можешь назвать меня стик? Окей. Окей, хорошо. Три часа назад запись стартовала. Капец, почнул, три часа разбираем. Это вообще... А на самом деле, знаешь, почнул-то не такой большой. Хорошо, правильно? Ну, мы просто фул анализ. Мне кажется, такого анализа, я не знаю, не выдают еще в Гвинте вообще никто. Это на русскоязычный сайт мне можно закидывать. Форум. Я, кстати, когда постил сообщение на форуме про... Сейчас я открою свою трансляцию. Я когда постил сообщение на форуме... О, я нашел, я могу честно сказать. На какой? Ты меня на стриме нашел? Да. На какой секунде? Минуте? Двадцать пятая минута. Сороковая минута. Сороковая. Сороковая ровно. Сейчас посмотрим, ребят, на премиум картонки. Опа, Йорвид поехал. Смотрите, я два раза показываюсь. Бля, какой же он помойный тоже помойный. Это что? Посмотри на эту стрелу, она такое чувство в пейнте нарисована. Да, стрела такая у него, хочу написать просто. Еще шарфик какой-то. Посмотри на эту стрелу, это 3D-моделирование первого класса. Я такие серьезные делаю вот в школе на информатике. Это что за робби? Это еще не весь патч-ноут? Возможно, Александр Олегович. Опа, Роше поехал, так. Стрела. Вот он как поворачивается, это клево сделано. Такая, типа, стрела в дерево влетает. И он такой, типа, что? Ну-ка, ну-ка, вот это я, по-моему, второй раз пробил. Я у тебя это проебал, и сейчас... Посмотри, там сначала она в дерево влетает. Да-да-да, вообще класс, лох. Это нормально, я тебе говорю, это нормальная реанимация. Вот это круто. Стрела в пейнте нарисована, ребята. Кстати, ну она же еще будет озвучена, понимаешь? Озвучена еще будет. Да. То есть типа стрелами там. А мне кажется, он просто будет говорить, Роше такой, Фотимерия. Или что он там говорит? Что говорит Роше? Короче, ребята, кстати, когда... Я создавал тему на форуме о том, что будет стрим, ее удалили. Я ее создавал ночью специально. Думаю, опа, Бирна, поехала. Смотри, у нее еще ноги там в сапогах она, да? Или в чем она стоит? Соль тебе в морду. Да, волосы еще развиваются. Блин, как же клево. Посмотри, какая она классная. Светлячки какие-то. Бирна это вообще что-то еще. Это просто... Это 10 из 10. Да. Меня... Слышишь, пишет товарищ с никнеймом Серкбек, меня беспокоит анимация Ивасика. Ну он же там... А, какает, да. Да нет, он просто будет последний, типа, пульк такой. Уже когда вода будет. Да, наверное. Кертейкер. Так, смотри, летают какие-то опять зеленые вот эти светлячки, как и в случае с Бирны. И в... Там листья, и в руке он. Он, кстати, как бы руку так дергает. Видишь, у него там в руке рука. Как бы это банально. Ну, на самом деле, вот Кертейкер мне не очень нравится. Можно было покруче сделать для такой карты. Раднорог такой... Что-то такое. Вот эти вот молнии, которые сходят, они какие-то... Слушай, а мне показался ли... Вот я сейчас на секунду, когда пролистал, там была Зигфрида в кадре. Золотая. Вот я сейчас прям паузу нажму быстро. Там между Кертей... Опа, была Зигфрида, я клянусь. Вот вопрос, она анимирована или нет. Смотри, между Рагнарёгом и Кертейкером там Зигфрида вставлено. Кадр с Зигфридой. Двадцать пятый кадр. Я тебе серьёзно говорю, присмотрись. Сейчас, смотрю. Я не могу... 42, 0,1. Там Зигфрида, ребят, вы же тоже это видите? Да, да, да. Но я не вижу... Ну, я не верю, что она золотая, но, по-моему, там очень яркие цвета, поэтому она... Да, смотри, смотри, там, там, типа, видишь, я вот сейчас прямо на паузе остановил на стриме, у неё из рук такие, типа, дымок, видишь? Сейчас, сейчас... Человек не в игре, плиз, если тебе не сложно, вот. Я остановил идеально. Я сейчас на твоём стрим буду просто смотреть. Ребят, Зигфрида, двадцать пятый кадр. Только на стриме по речке раскрываем. Посмотри, блядь, раскрыли разрабов, просто раскрыли. Они хотели её показать. Походу, да, походу, да. Написано премиум. Где написано премиум? Нигде не написано премиум. Ну, кто-то врёт. Нигде не написано премиум, ребят. Просто перелистывает? Да чего вы врёте, ребят? Всё, мы раскрыли, ничего. Ну-ка, блин, вот как бы ещё в слоумоушене это запустить. Майор, кто, ребят, это в слоумоушене сделать? Это надо вырезать и... Вырезать, как бы, просто... Вот этот момент надо вырезать у тебя, а ты в слоумоушене это сделаешь. Подожди, так на Твиче можно, по-моему, да, слоу поставить? Не, нельзя, на Ютубе можно поставить. Ладно, посмотрим дальше. На Ютубе потом посмотрим. Да. Что-то добавить. Рагнарёк. Ну, молнии какие-то ублюдские, если честно, вот серьёзно. Молнии абсолютно уёбищные. Это вот огонь ещё сзади неплохой. Как бы дым такой тоже классненький. А лава там что-то... Ну... Ну вот эти молнии им надо было сделать, как искры. То есть посмотри оригинальный Рагнарог в игре, насколько крут он выглядит. Так, ну всё, тут уже начнётся. Просто оригинальный Рагнарог, посмотри, как выглядит. Намного лучше. Какие-то крутые молнии и какой-то анонимированный. Тут ещё сейчас я обновлю, возможно, стоит комментарии посмотреть. В файлах игры нет для диквиды файлов анимации, так что на ней ещё не работали. Но я чувствую, ребят, что мы как минимум раскрыли 25-й кадр. Как максимум нашли ещё одну премиум-карту, которая следующая, возможно, премиум сделана. Так, комментарии. Тут кто-то объясняет. Ещё какой-то тег, типа, заметили на картах. Называется Транзитори. Тут пишут, нравится, нервы. Ну, я не знаю. Транзитори, возможно, двигать эту карту нельзя будет, знаешь. Типа, транзишн, нельзя её будет с ряда на ряд передвинуть. Парни, совет, на стримах старайтесь матом не ругаться, не солидно как-то. Окей, бля. Понял. Не, ну я, на самом деле, согласен с Вайтснейком. Я, наверное, второй раз ругнулся, возможно. Так что, сорян. Я тоже приверженец такого. Не-не. Мне на стримах писали, не ругайся, пожалуйста. Мата, мама. Ну, не, я согласен, в принципе. Я просто, знаешь, у меня есть политика, есть иногда ретарные стримы, да, когда я веду себя как клоун, там, фанюш, всё такое. А есть стримы серьёзные, вот сегодня серьёзные стримы, и я оплошал. Я ругнулся матом. Тебе-то можно. Это у меня в гостях. Так, ну всё, больше ничего не вижу. Слушай, ну что, будем заканчивать, наверное, потихоньку. А, Кинг Бран. Слушай, мы Брана не обсудили. Дракула 945 нам любезно предоставил его изменения. Прочитаю я его тебе. Король Бран теперь добавляет две базовые силы к картам, которые он скидывает. Слушайте, ну, насколько я понимаю, он теперь дровает, там было написано две, и дискардит две, да? Или как там было? Потому что... Надо опять смотреть, надо опять стрим смотреть. По-моему, он ничего не дровает, он просто... Или он по-прежнему такая же дерьмовая обилка. Он дровает. По-моему, он просто, он скидывает две карты. Две, да, и берёт любую одну. Нет, 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 он точно берёт по-прежнему любую карту. Это точно. Типа ты скидываешь две? Или подожди, там было написано дровает две карты. Дровает две карты. То есть он, возможно, просто дровает тебе две карты? Возможно, я сейчас просто открою стримы разработчиков, посмотрю. Потому что на меня уже открыли. А как тебе такая новость? Пишет товарищ. Привет, есть вопрос под четверг. Это правда, что больше шанс дропа легендарок и эпиков? Типа в четверг. В четверг, а почему? Слушай, а случайно ли не в четверг я открывал свои 50 бочек? Где мне выпало две легендарки? Это полная хуенистика. Ребят, открывал две легендарки, выпало... Ой, открывал 50 бочек, выпало две легендарки. Такого вы ещё не видели в жизни, наверное, никогда. И все остальные паки с ранками. Почти эпиков не было. Дискардит он как и раньше, но баф добавляет. Дискардит как раньше. То есть смотри, типа ты дискардишь две, берёшь любую и добавляет просто две базовых силы. Тем, которые он дискардит. Так это же бред, нет? Ну, добавит он две силы тем, которые ты скинул, и что? Две базовые пусть. Я не знаю. Может быть, надо скинувать поединщиков, которые из броса бафают. Я сейчас на реддите напишу Бран и, возможно, что-нибудь выдаст. А, да, Король Бран. Всё, я нашёл его описание, слышишь? Обновился опять реддит. Король Бран дискардит две карты и добавляет две базовых силы им. То есть этим двум картам. И потом выбирает любую карту в вашей колоде, которую вы хотите взять. Ну, то же самое. Я же сказал. Просто добавляет две базовых силы этим картам, которые ты скидываешь. Карту карты to base tension. То есть, понимаешь? А если ты скидываешь как бы спешл карты? Чего тогда, блин, две силы? Никакого, никакого. Так бред же, нет? Ну, две базовые силы это сильно? Даже если ты скидываешь два юнита, четыре базовые силы это сильно? Да вроде нет. Ну, типа, тут надо скидывать этих поединщиков, понимаешь? Которых ты будешь по-любому резать в следующем раунде. То есть, зачем добавлять базовые силы? Чтобы резать в следующем раунде. Да. Вот этих поединщиков за пять, правильно? Да, да, да. Скидывать поединщиков. И потом на них ввязывается демерит. И что, на них ввязывается демерит? Не, ну ладно, их сила скидывается до базовой, правильно? То есть уже в данном случае семерка. Банально. Если ты их скинешь браном. Так ты же их не бафаешь. Да, да, да. Ты же их не бафаешь. Нет, ну подожди, этот баф там скидывается, который именно плюс 4. Он-то скидывается. Нет. Скидывается, скидывается. Нет. Если ты, смотри, если ты дашь погоду, допустим, он будет стоять там не шестеркой, а десяткой. Чувак, плюс 4 тоже добавляют к изначально силе. Потом да, потом да. Но если ты, например, дашь погоду, то он же потом, если снять эффект чистым небом, он же будет, например, пятеркой, а не девяткой. Он будет, он будет, он. Почему, какой, почему, почему девяткой, не понимаю? Смотри, смотри, 5, допустим, да, у него 5 базовая сила. Ты его ресаешь, ты его ресаешь, он становится девяткой. Ну. Юзайт оппонент Мороз. Ну. Ты даешь там, он девяткой. Да? Так он же к базовой силе прибавляет четверку. Значит, поречка фейлфиш? Ну, возможно, возможно. Сейчас бы играть на корабликах и не знать. Я не играю на корабликах, я на мишках играю. Я вообще на серных королевствах с платвой ни разу не играю. Мне написал, написал Яма-Тэ. А Глоиза еще будет релентлис. Да. А Глоиза, это пикет. Типа она не крутится через габелла, по-моему. Реально габелла. Я уже забыла, что такое релентлис. Это значит, что ее со стола нельзя поднять. Со стола нельзя поднять. А-а-а. То есть чучел не поднимается. А-а-а. Это пипец. Это реально очень сильно. Я понял. Я понял. Минута молчания, да? Мы еще говорили, да? Типа не пофиксили карту. Ха-ха. Ха-ха. Осталась такая же имбалансная. Так, подожди, а в чем ее суть? Сыграть одну спешл карту? Ну, блин. Че такое, я знаю. Ой, ну, по-моему, это очень... Оставили бы тогда семеркой. Это вообще попало. Оставили бы тогда семеркой. Хозяин. Очень сильный нерв, по-моему. Угу. Так, ну что? Мы закончили, я думаю, да? Правильно? Пойдем отдыхать. Да. Так, ну что, ребят? С вами был сегодня Паречка. Ливнит. Большое ему спасибо за то, что он присоединился. Овации ему громкие в чате. Это мои пока. Надеюсь, вы тоже поблагодарите Алексея за то, что он сегодня присоединился. Сегодня мы рассмотрели, что же вышло в патче. Мне понравилось. Мне классно было. Я очень жду патч, я очень хочу сделать. А Глаиса теперь будет в одном отстойнике с Филиппой валяться. Так, ну, я не знаю, что-то стримить и гвинт мне уже, наверное, сил нету. Оставлю этот вот таким, какой он есть, для того, чтобы загрузить его на YouTube. Сейчас еще будут небольшие поболталки. Я с Алексеем попрощаюсь и обсудим с вами, возможно, в чате. Тут буквально пару минут организационный вопрос по моему стриму. Ну, большое спасибо тебе, что присоединился тогда. Если будет желание. Спасибо, что пригласил, спасибо, что переводил, потому что с моим английским я бы, конечно, ничего не перевел. Такое это, такое дело. Вроде все обсудили, все разобрали, заливаем YouTube. Мы там особо слышим. Пускай ребят смотрят, делай линк. Мы особо не переводим. Потому что по-любому, типа, жди, завтра будет народ приходить и спрашивать, типа, а что в новом патче? Не забывайте, ребят, подписываться на канал. Помогите по речку получить партнерку. Будет смайлик голубого мальчика Лугуса. И Ливнида, не забывайте подписываться. Ссылка на его стриме также есть. 1000TV. На Ливнид не подписываться. Всем спасибо, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok